Всем привет! В этом видео хочу обратить ваше внимание на некоторые вещи, без которых пробуждение, скорее всего, никогда не случится. А если и случится, то вы не будете понимать, как вернуть переживания. Вы будете постоянно терять, спонтанно находить и ходить вокруг да около постоянно. Так вот, что нам нужно, чтобы приблизиться к пробуждению? Вам покажется это очень скучным. Почему? Потому что очень интересно думать о Боге, размышлять о всяких мистических переживаниях, о том, что есть некий атман или какое-то высшее существо, которым вы уже по факту являетесь, но просто не знаете, как туда попасть. Вот кажется, сейчас, сейчас, сейчас какую-то истину пойму и что-то перещелкнет, я стану пробужденный и все проблемы сами по себе решатся. То есть, путь к пробуждению не воспринимается, как какая-то работа или развитие некоторых навыков, качеств. Чаще всего это воспринимается, как некие интересные мысли, от которых мы потом пытаемся отталкиваться. Но сами подумайте, как можно оттолкнуться от иллюзии? Любая наша мысль, любая наша какая-то там идея, это что-то несуществующее. Если мы отталкиваемся от несуществующего, то мы никуда и не идем. Мы идем к следующей мысли, потом к следующей мысли и так можно ходить много-много лет подряд. Что нужно, чтобы приблизиться к пробуждению? Мы делаем то, что от нас зависит. От нас зависит наша осознанность. Начать нужно с того, чтобы свое внимание с мыслей, с иллюзией о пробуждении, в том числе, и с других каких-то иллюзий, перевести сюда. В ту реальность, в которой мы находимся. Которая нам доступна. Вы можете говорить, что этот мир нереален, реален какой-то другой мир, неважно. Но сейчас по факту мы живем здесь. Мы живем здесь и руководствоваться нужно реальностью, а не иллюзиями. Чтобы в эту реальность попасть, у многих очень сильный отрыв. Тело здесь, но мы про него и не вспоминаем. У нас там где-то вот ум надо раскрутить, там что-то отпустить куда-то. Постоянно идет какая-то мыслемешалка, и она, собственно, мешает осознаванию. То есть первый шаг к пробуждению – это осознанность, повышение уровня осознанности. Чтобы его повысить, давайте прямо сейчас попробуем. Давайте обратим внимание на тело и на то помещение, где мы находимся. Где это тело находится. И давайте постараемся ни о чем лишним не думать. Только в рамках этой комнаты и в рамках этого тела. Наверное, вам тяжело, да? Но если мы говорим о пробуждении, то мы должны научиться быть здесь в первую очередь. Потом, возможно, вы придете к каким-то тонким переживаниям, будете опять говорить, что все нереально. Но начать нужно с реальности. Нельзя отпустить то, чего нет. Если ты не осознаешь реальность, как ты можешь переключиться на что-то другое. Если ты не чувствуешь тело, как ты его можешь отпустить? Как ты можешь там какие-то зажимы убрать, расслабить тело? Как, в принципе, ты можешь своим телом управлять наполненностью этого тела? Никак. Ты его не чувствуешь. Тебе нужно его почувствовать сначала. Тебе нужно осознаться, прописать себя здесь в этой реальности, а не в какой-то там выдуманной. Но проблема в том, что та выдуманная реальность, она очень интересная. Мысль, тут же много чувств каких-то, ощущений. И хочется еще думать, и еще думать, и еще думать. И это затягивает, как наркотик. Пробуждение — это про ничего. Ничего, которое находится здесь, а не где-то там. Первый шаг — избавление от иллюзии. Давайте продолжим. Напоминаю, что мы обращаем внимание на тело. На тело, которое находится в каком-то помещении. Может быть, вы в метро едете, слушаете меня. Может быть, по улице идете. Ваше тело где-то находится. И у этого тела возникают разные реакции на то, что с ним происходит. Ну, в том числе, смотрю на стену, смотрю куда-то, там пыль. Возникают какие-то эмоции на пыль, что у меня грязно дома. Или наоборот, все классно, чисто, и душа радуется, когда смотрю по сторонам. Это следующий такой уровень — не оценивать, да, и не пытаться оценить. То есть смотреть таким чистым взглядом, легким, без концепции, без всего. Просто вижу и вижу. Глаза сами видят, я даже туда не всматриваюсь. И самое сложное здесь ни во что не вовлечься. То есть я здесь, тело здесь, комната тоже здесь. Но я не выбираю ничего конкретного. Осознается все вместе сразу. Больше внимания лучше держать на теле. Это как такой якорь. Обратили внимание на низ тела, например, как оно сидит, почувствовали. Это наш якорь в настоящем моменте. В этой реальности нужно таким образом прописаться. Этот якорь никуда не девать. Глаза у нас открыты, поэтому часть внимания так и так уходит вовне. Если мы идем по улице, то мы, скорее всего, очень быстро чем-то заинтересуемся и отвлечемся. Мы опять забудем про существование этого тела и себя как следствие. Если же у нас внимание как якорь на теле, то мы осознаем себя и на втором плане у нас окружение. И мы можем наблюдать, если в этой практике продвинуться, мы можем наблюдать, как наше тело реагирует. И вы можете открыть комментарии под этим видео и посмотреть, как у кого реагирует тело. У некоторых очень бурно, там никакой медитации даже не пахнет. Нужно просто как-то научиться сидеть спокойно на месте. Одна идея, другая, третья, пробуждение, просветление, еще что-то, чем отличается? Кто все это говорит? А кто все это пишет? А кто все это думает? А кто все это видит? И вот какая-то шиза начинается. Но ты-то здесь. А может быть не здесь, может быть у тебя уже были глубокие переживания, но все равно полезно возвращаться сюда, к этому телу. Не забываться. Бывает, что человек пробудется, то есть он переживет опыт. И потом он снова начинает жить умом, но ему кажется, что как бы у него же уже есть знание, то есть он уже пробужденный якобы. Но пробужденный ты должен быть прямо сейчас. Если ты полностью пробудился, то этот опыт у тебя непрерывно переживается. Если это было пять минут назад, то это уже не в счет. Ты был пробужденный пять минут назад. Сейчас ты это потерял по каким-то причинам. Почему потерял? Нужно разбираться. Чтобы разобраться, нужно быть здесь. Если ты где-то в мыслях о том, что было пять минут назад, то как ты можешь разобраться в том, что здесь, ведь ты там, позади или впереди. Думаешь о завтрашнем дне. А сейчас тебя здесь нет. И это очень скучно, мне кажется. Стены какие-то, ничего не происходит. Смотришь и думаешь, ну и чего? Внутрь смотришь, там пусто, ничего нет. Или какая-то наполненность неприятная. И тебе хочется от нее убежать в какие-то мысли о пробуждении. Но ты-то здесь. Как же принятие? Тебе нужно принять себя вот таким, с такой наполненностью. Тогда она будет меняться. Тебе нужно принять внешний мир, который тебя окружает. Потом ты осознаешь, что внешний мир, то, как ты его видишь, это просто твоя наполненность так выражается. Если тебе кажется все негативом, значит у тебя внутри негатив. Раздражает тебе все, кажется неправильным, значит это внутри тебя. Все вокруг во всем виноваты, это тоже внутри тебя. Тебе нужно научиться быть здесь. Ты можешь открыть любое учение, абсолютно любое, там почти везде будет написано, сказано, что тебе необходимо научиться быть здесь. Вот прям закрепиться в этом, чтобы ты целый день не отвлекался. Это и не с какой-то мистической точки зрения полезно, это полезно. Просто, ну это адекватно быть там, где твое тело, осознавать, что происходит. Никто не говорит о полном отказе от мыслей, когда ты такой серьезный, сконцентрированный и все время ходишь. Может быть поначалу, но в целом жизнь должна происходить, и ты должен позволять ей происходить. Должен так в контексте, да, пути к пробуждению. Обычно у нас как? Мы научились быть здесь, потом какое-то чувство, чувство захватывает, начинается эйфория, и мы теряемся. Но необходимо научиться не вовлекаться, позволять этому телу испытывать какие-то яркие чувства и не идти за ними. Как вспышка такая произошла, чувственная, погасла, произошла, погасла. Мы не идем за этим, мы не вовлекаемся. По факту мы ничего не делаем, то есть нет никакого деятеля. Мы просто здесь есть, как тело на данный момент. И мы ничего ни с чем не делаем. То есть мы очень активны внешне, мы продолжаем работать, взаимодействовать с людьми. Может быть там семья у нас, дети. Мы живем полноценной жизнью, но просто внутри мы ничего не делаем. Мы позволяем этому телу раскрыться, как цветку расцвести и просто быть. И опять же первый шаг к этому – это нахождение в моменте. Не какое-то абстрактное. Вот здесь твое внимание на теле. Не где-то там далеко, прям здесь. Если тебе очень скучно, перетерпи как-то. Попробуй приспособиться. Делай эту практику, когда тебе, ну когда есть какое-то приятное чувство, чтобы тебе нравилось находиться здесь. Например, ты сидишь где-то в кафе, пьешь кофе и осознаешь себя здесь. Так будет гораздо приятней, нежели ты сядешь на коврик для йоги, в позу лотоса, там как-то правильно сосредоточиться и будешь сидеть. От этого толку, скорее всего, не будет. Будет разрыв между реальной жизнью и твоим сидением. В идеале вообще прям в движении это все делать. Ты гуляешь, тебе хорошо, и ты обращаешь внимание на себя, то есть ты находишься здесь. Это не какая-то моя авторская методика. Я абсолютно ничего нового не говорю. Это везде написано. Просто глядя на эту тематику на ютубе, скажем так, и комментарии под видео, мне кажется, что это не осознается, хотя это первый шаг, он очевидный достаточно. Так в любом деле. Я вот раньше на гитаре играл, и мне куда-то все время вперед хотелось. Думаю, ну что я там буду какие-то гаммы учить, медленно играть, надо сразу быстро вжарить как следует. И ты спешишь, и в итоге ты вообще ничему не научился. А тот, кто делал медленно, шаг за шагом, он уже смотришь, там какие-то крутые штуки играет. Лучше потратить время и разобраться в мелочах, подняться на одну ступеньку, чтобы потом спокойно оттолкнуться к следующей ступеньке. Поначалу ты потратишь больше времени, но в итоге ты уйдешь гораздо дальше. Еще раз, как минимум, даже если ты не веришь в свои силы относительно пробуждения, хотя, на мой взгляд, это доступно абсолютно каждому, просто нужны правильные действия. Просто, если ты находишься здесь, ты более осознанный, соответственно, тебе легче жить. Ты понимаешь причины своих действий, ты осознаешь, что происходит, осознаешь свой выбор, осознаешь свои желания, ты себя лучше осознаешь, хотя бы как это тело. Тебе многие процессы становятся понятными, тебе становятся понятны отношения, ты можешь управлять всем этим существом. Управлять не в смысле как-то чем-то манипулировать, я имею в виду, просто ты можешь выбирать, за каким желанием тебе идти, за какой мыслью тебе идти. Потому что, когда мыслей много, они все крутятся, получается, они тобой управляют, а не ты ими. Если представить мысли в виде какой-то травы, прорастающей на грядке, то получается, трава управляет грядкой. И еще раз закрепим внимание на теле, как якорь низ тела, есть внешний мир. Мы его и так видим, на него можно внимания не обращать. Якорь на теле. Вниманием мы держим себя здесь, мы не улетаем куда-то. Сначала нужно много усилий, потом пойдет проще через пару дней. Мы здесь. Одна задача быть здесь, не засыпать, не улетать ни в прошлое, ни в будущее, никуда. Просто быть здесь. Всего одна задача. Будете ставить себе несколько задач, запутаетесь. И так все как сон, постоянно что-то меняется, тебя куда-то уносит. Просто быть здесь, не спать. Одна единственная задача. Попробуйте с ней справиться, и вы увидите изменения. Увидите, как ваша жизнь реально начинает меняться в лучшую сторону. По крайней мере, вы начинаете делать шаги к пониманию себя, и к тому, что с вами происходит. Это не очень сложно. И это полезно абсолютно каждому. Если пробуждение там кому-то надо, кому-то нет, то осознанность, на мой взгляд, полезна каждому человеку на Земле. Спасибо за внимание. Если вопросы остались, пишите в комментариях. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok